всем привет меня зовут михаил баратов и сегодня я продолжаю снимать серию уроков посвященным техническим элементам и сегодня я помогу тем кто хочет выучить перешмык и сегодня помогать мне показывать и объяснять этот элемент будет мой консультант по элементам техники это наш любимый пухлый оператор кирилл насонов и так перешмык для начала рассмотрим очевидную базу для этого элемента во первых элемент в идеале выполняется больших оборотов значит точно нужны большие обороты причем ровные подконтрольные качественные никакие другие однозначно а во вторых нужен элемент базовый к самому солнышку это отмах из упора в стойку причем тоже ровный хороший чтобы вы могли поймать себя в стойку а в-третьих это обороты в упоре сначала касаясь потом не касаясь тоже все очевидно потому что этот элемент содержит себе такую фазу при исполнении во вторых не очевидная желательная база которая по здравому смыслу должна у вас естественно уже быть во первых это обыкновенный подъем махом назад обычный замок которого просто удобно заходить на элемент ну все здесь достаточно логично если вы умеете солнышко не умеете замок это глупо но все-таки и нужна более-менее здравая база физическая то есть уфп отжимания от пола или в идеальном варианте прямо отжимания стойки на руках почему потому что очень часто этот элемент выполняется через подсогнутые руки и верхнюю точку себя необходимо немножко отжать от грифа если ваша щуплая тельца не в состоянии выжать себя из стойки на руках согнутыми руками до прямых рук то соответственно перешмыги вы скорее всего рухнетесь на гриф что абсолютно неприятно и что на мой взгляд очень важно это опять же лямки во первых потому что элемент достаточно амплитудный и если на нем вас сорвет это будет очень неудачно просто очень это даже не солнышко то есть лямки залог вашей безопасности в прошлом старом уроке я еще говорил покупайте наши лямки но тогда у них не было сейчас есть поэтому не буду говорить итак если с базой у вас все нормально ну или вы считаете что с базой у вас все нормально можно напрямую переходить к изучению элементов для того чтобы выполнить перешмыг вам нужно делать замах на него по круговой и выбивать себя вверх назад но тут до самом деле все должно быть понятно если элемент выполняется на вращении вокруг турника вы не можете делать замах какую-то пленную сторону если учили физику знаете что такое вектор если направлен грубо говоря только вперед это или только вниз вас туда и сорвет вам нужно зайти на круговое движение именно поэтому если хорошо посмотрите я и кирилл перед перешмыгом немного прогибаемся перед замахом а сам перешмыг естественно выполняется в согнутом состоянии таким образом мы заходим на круговое вращение для начала начинаем делать обычные обороты в упоре потихонечку наращиваем амплитуду отхода от турника то есть вы отмахиваете из упора чуть-чуть делайте оборот в упоре и потихонечку старайтесь верхней точке когда вы полетаете над грифом постоянно наращивать амплитуду то есть заходить элемент все резче резче и резче и резче в начале элемента тем дальше выход от турника в конце то есть вы не должны делать замах на этот элемент просто огромный скорее всего в таком случае вас сорвет с грифа потому что слишком большая амплитуда а основная часть элемента проходится на малом расстоянии от грифа а когда вы подбиваете себя в стойку в качестве при шмыге эта амплитуда растет и так вы крутите большие обороты это большой радиус достаточно большая скорость потом вы резко его сокращаете а скорее всего еще и делаете замах наоборот в упоре то есть мало того что вы большого радиуса переходите на маленький и энергия у вас сохраняется плюс вы добавляете импульс таким образом вы из маленького расстояния от грифа в котором вы крутите в обороте в упоре можете выбрать себя стойку исключительно за счет сохранения энергии если расстояние до грифа во время оборота в упоре будет большое с достаточно большим углом то вы не сможете удержаться на этом расстоянии вас просто выпрямят в нижней точке они верхней что вам требуется именно поэтому перешмыг делается в своей фазе в которой вы находитесь в обороте в упоре с очень маленьким расстоянием от турника только тогда вы можете качественно выявить себя стоит так как начинаем пробовать для начала делаем обычные обороты в упоре если научились если научились делать их с небольшим отходом до грифа старайтесь нарастить импульс то есть отмахнули резко зашли наоборот в упоре верхней точке старались отлететь в темп потом попробуйте с такого элемента такого отмаха сохранить импульс настолько чтобы войти в большие обороты хотя бы через здесь все вообще довольно просто и учився такой элемент достаточно быстро потому что сам в рот фуле элемент простой обротов были с небольшой амплитудка от грифа тоже достаточно простой элемент и если вы с такого элемента уже сможете Doesn't you initially ты какой-то пришмек у вас есть а что делаем потом потом делаем то же самое только замка то есть во время замка вы не просто ложитесь на герета я ст..тем а вот пользуют этим подходом к турнику заходите на этот перешмык и после него опять же стараетесь потом войти в большие обороты в общем то как я уже и сказал здесь все достаточно просто и вообще на этой стадии до такого уровня элемент учится прямо-таки быстро достаточно быстро самое главное попробовать буквально несколько раз определиться когда вы слишком рано делаете когда слишком поздно таким образом добиться хоть чего-нибудь потом нужно отрабатывать этот элемент со стойки в стойку это уже намного сложнее методом проб и ошибок вы должны приметить попытки которых вы были близки стойки с той либо другой стороны пытайтесь выбрать между ними среднее значение как это делается если рассматривать подробнее отмахнули взяли чуть большую скорость и начали делать в конечной точке элемента где вам кажется что это колечная точка разгиб рук от корпуса если сделали почти под стойку с одной или с другой стороны заметили эту попытку и поняли что это было достаточно правильно пробуем дальше если это было абсолютно не стойку очень далеко прям сильно в темп или очень далеко до стойки забываем эту попытку начинаем делать чуть позже или же чуть раньше если достаточно просто еще удобнее снимать это на видео или найти себе партнера который будет вам говорить насколько неправильно вы сделали именно для этого в принципе как база к этому элементу служил отмах из упора в стойку для того чтобы вы умели делать движение которое необходимо для этого то есть отвод рук от корпуса и доведение себя до стойки именно и это вам нужно сделать конечной стадии перешмыга старайтесь поймать этот момент это будет все еще не сложно и так таким образом если у вас хорошо подготовлена база если вы здравый адекватный человек правильно поняли что вы готовы изучать этот элемент у скорее всего достаточно быстро вы сможете делать перешмык стойку или практически стойку что тоже хорошо из замка или же из упора но на этом урок к сожалению не заканчивается потому что намного более сложным элементом является выполнение перешмыка самих больших оборотов тем более подряд поэтому настает время поговорить о том что такое качественный и хороший перешмык во первых перешмык должен выполняться из стойки в стойку или же положение приблизительное к стойке то есть сохраняющий небольшой темп это буквально 10 градусов отклонения от стойки но не 45 не 30 и даже не 20 то есть если вы делаете перешмык стойку но не стоите в ней это правильно если вы делаете перешмык и после этого вас дикая скорость это уже неправильно и так хиленький кое-какой перешмык у нас есть начинаем изучать правильный для начала крутим хорошие ровные обороты и стараемся снизить скорость стойки остановиться в ней подконтрольной естественно и довольно плавно опуститься на гриф упор не рухнуть не упасть не оборваться вниз опуститься в упор с оборотом это тоже можно отрабатывать с более простых заходов во первых вы должны иметь замок как я уже сказал замок можно делать чуть больше амплитуды ближе приходя к стойке а потом опускаясь до упора и второй шаг после этого это делать от мак из упора в стойку становится в эту стойку и назад опускаться в начальное положение так можно делать попеременно но когда вы умеете со стойки подконтрольно опускаться на гриф в принципе дело за мало не опуститься а когда у вас остается очень большая амплитуда грифа сделать то что вы уже умеете из отмаха сделать перешмык стойку но все-таки соединиться единой бывает достаточно сложно сначала это нужно делать чуть медленнее то есть чуть медленнее опускаться со стойки под упор а потом аккуратненько заходить на перешмык потом когда вы будете уже покруче посерьезнее потехничнее можно это будет делать уже на скорости но делать это сразу на скорости небезопасно и глупо потому что он будет задирать голову вас будет срывать вниз при неудачных попытках неудачных попыток такого типа стоит избежать и сначала проходить к этому элементу спокойненько предположим вы сделали перешмык и по каким-то случайным образом выбили в идеально четенько стойку а не стоит издавать звуки альфа самца привлекать окружающих попробуйте с той же стойки выполнить еще один перешмык если каким-то чудом и он попадет стойку еще лучше попробуйте сделать это снова таким образом рано или поздно вы придете к стабильному выполнению перешмыга из стойки в стойку тому же выполнить перешмык предыдущего перешмыга поставленную ровно стойку несколько проще чем с оборотов потому что остановка оборотов ровно стойки несколько сложнее чем когда вы в ней уже стоите несмотря на то что в некоторых вариантах исполнения перешмыга вам приходится дожимать себя никогда не сгибайте свои руки надо держать свои руки обязательно жестко иначе это может закончиться последствия можете упасть на турник довольно понятно что этот элемент делится на две части первая это заход на него то есть опускание либо со стойки под удобное положение либо с какого-то еще захода и вторая часть это отход от грифа и попытка выбить себя ровно стойку каждую из этих частей мы сегодня объяснили как отработать подробно отдельно и подготовить себя для безопасного изучения исполнения в элемент этот элемент достаточно простой технически достаточно простой по уровню но в изучении осмыслений он достаточно сложный поэтому сегодняшний урок достаточно нагружен какой-то теории которая может быть вам не интересно или не нужна но это нужно для безопасного хорошего исполнения в элементах пробуйте тренируйтесь качайтесь смотрите школу турника подписывайтесь на обновления ставьте лайки помните что больше вашей активности будет больше моей пока итак перешмыкли начала разберем по традиции очевидную базу для этого элемента во первых очевидно что элемент выполняющийся в основном больших оборотов должен на для начала во первых что за хрень кирилл не тратил кирилл пришмык вообще лютый да но да 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 Продолжение следует...